МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У Сергея Ковалева работа искрометная. Из-под его рук выходит оборудование для всех атомных станций, которые строят и обслуживают Росатом. На заводе не скажут, с таким реактор не сваришь. Ну, раз в 20, наверное, выросла зарплата. У вас больше, 100, меньше? Ну, в пределах этого. Этот завод делает все тепловое оборудование для атомных станций России, СНГ и некоторых за рубежом. Если на начальном этапе создания АЭС ошибся рабочий, то дальше и академику делать нечего. Уже скоро вся эта конструкция отправится на одну из атомных электростанций. Это будущий пароперегреватель. Он должен увеличивать температуру пара, поступающего в турбину. И поэтому здесь так важно качество сварки. Внутри швов не должно быть ни пустот, ни примесей. Иначе огромное давление просто разорвет агрегат. Именно поэтому на ответственных участках и платят хорошо. Там гибших труб даже на зарплату инженера не прогнется. Это в Подмосковье. А если работа в условиях Крайнего Севера, то доход у рабочего больше в разы. Плюс социалка, увеличенный отпуск и раз в год проезд в любую точку страны. У работника составляет 57 рабочих дней отпуск. У специалиста 52 рабочих дня. У сварщиков 60 рабочих дней. Зарплата сварщиков в Мирном, например, составляет от 100 до 200 тысяч рублей в зависимости от разряда. Вот так выглядит разница зарплат в этом заполярном городе. А вот так в Пермском крае. Развал производства 90-е вызвал сокращение рабочих кадров. На заводах либо платили копейки, либо не было рабочих мест. Сейчас ситуация обратная. Масштабным стройкам, вроде расширения БАМа, газопроводов и скоростных магистралей, нужны рабочие. Зарплата и количество вакансий зависит от региона. Например, на юге требуются механизаторы, а в Центральной России все, кто связан со строительством и дорогами. У нас 80 тысяч – это традиционная зарплата. Но бывают зарплаты и 100-120 тысяч в зависимости от уровня квалификации и от профессии. И это речь о выпускниках. Многое зависит и от отрасли. Например, зарплаты рабочего в ВПК сильно отличаются от коллеги РКХ. Мы из людей работодателей слышали такие зарплаты, которые не встречаешь. Например, там, про сварщика, который получает 500 тысяч в месяц. Похожее было и в Советском Союзе, когда официальные заработы горнорабочего на Севере мог составлять полторы тысячи рублей, в то время как член полюбюро получал 800. На заре СССР профтехучилища стали страшилкой для школьников. Обычно говорили – будешь плохо учиться, в ПТУ пойдешь. Сейчас 60% девятиклассников выбирают в колледже. Интересно. Люблю запах дерева. Работа руками. Работа головой также. Егор Князев в будущем году станет дипломированным плотником. Профессию он получает вместе со средним образованием. После девятого класса – это три года. Обучение бесплатное, вступительных испытаний нет. А хорошо зарабатывать можно сразу. Первый пока бюджет – это до 25, это, наверное, в районе 100 тысяч. Все, что после 25, там уже понарастающе. 25 лет имеют? Да. Все, что старше 25 лет, там уже надо, так сказать, более большую сумму иметь. Потому что, так или иначе, семья, дети. К 80-му году во всем Союзе было около 7 тысяч ПТУ. И там обучались примерно 3,5 миллиона молодых людей. Сейчас студентов столько же, хоть число училищ, и сократилось вдвое. Но нацпроекты требуют даже больше специалистов, чем в СССР. Поэтому 99% выпускников средних учебных заведений трудоустроены. Причем зачастую не они ищут работу, а работа их. Задача конкретная. За ближайшие пять лет подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий для электронной промышленности. Индустрии робототехники, машиностроения, металлургии, фармацевтики, сельского хозяйства и ОПК, строительства, транспорта, атомной и других отраслей. Быстро подготовить кофе тяжелого труда можно специалитетом. Это когда уже во время учебы отправляют на предприятие. Студент знакомится с его спецификой, а экзамены у него принимают местные мастера. И при устройстве на работу уже никто не скажет. Забудь все, чему тебя учили. Директор завода рассказывал про профессию крановщик, о том, что это тоже влюбиться в высоту, влюбиться в небо. И уровень зарплаты он называл такой, что действительно, если придется, то, по-моему, мой выбор предопределен на крановщика. А какие зарплаты он говорил? Не менее двухсот. Нередко в рабочие идут и люди с высшим образованием. Повторяется забавная ситуация из СССР, когда выпускники нефтяных вузов при распределении на север прятали дипломы, чтобы устроиться помощниками грувиков и получать втрое большее. Сейчас хитрить необязательно. Достаточно лишь в Пакистату поступить в колледж. Большие государственные проекты требуют больше специалистов. История повторяется. Работать руками снова выгодно.